Тогда мы даем слово Митезор Тахировне Гуляновой из РГГУ Москва. Добрый день, уважаемые коллеги. Большое спасибо докладчикам за интересные презентации, которые мы уже успели послушать. Сегодня моя тема будет про американских писателей, которые постили СССР, но именно я окналюсь на категории комического, и для этого я взяла непосредственно провелок американского поэта и писателя-публициста Лэнгтона Кьюза. Я путешествую и размышляю, но так как перевода точного нет в полном таком собрании, я решила оставить здесь большинство частей на английском языке, чтобы никак не менять смысл, и чтобы у вас была возможность интерпретировать для себя непосредственно оригинальный текст. И для начала я бы хотела просто кратко сказать, что такое провелок, потому что часто возникает такое использование разных терминов, и многие, например, путаются с провелогом и с биографиями, потому что в автобиографиях часто есть небольшие, например, статьи, или это достаточно, может быть, длинные, в зависимости от содержания, про путешествие автора, который написал ту или иную автобиографию. И потому есть небольшие различия между провелогом и автобиографией. И провелог представляет литературные произведения, где сюжетно образующим элементом является путешествие. Но провелог открыт внешнему миру, но, тем не менее, у него есть своя структура, и здесь главное подчеркнуть, что для провелога важно сохранение истины, то, что сказано, должно быть верным тому, что было увидено. Но, конечно, это не всегда достигается, потому что присутствует тень автора, его ценности, идеи, некие предубеждения, про то, что он пишет, и потому здесь, конечно же, нужно это иметь в виду. Но самым главным отличием от автобиографии является именно хронология, так как автобиография в большинстве случаев, здесь тоже важно учитывать, исходя из того иного произведения, начинается с какого-то момента в жизни автора, и это получается такая ретроспектива. То есть автор находится в настоящем, но свое повествование начинает чаще всего с рождения, и получается такое ретроспективное повествование. А в травилогах же, в идеальном варианте, травилоги начинаются с момента отъезда, заканчиваются обязательно возвращением, и автор непосредственно фиксирует здесь и сейчас. Но это в идеальной такой структуре травилога, то есть то, что он видит, должно быть зафиксировано непосредственно в том моменте. Но часто встречаются травилоги с ретроспективой, как мы и увидим сейчас на примере Лейнгстона и Кьюза. Когда автор уже непосредственно возвращается, ну, сделал заметки в тот или иной момент того, что его интересовало в этом путешествии, но позже вернулся уже в свою страну, и оттуда уже начинает тоже в некой ретроспективе описывать те или иные события путешествия. И для данной работы я взяла травилог Лейнгстона Хьюза. Там не только про путешествия в СССР, но я решила именно сконцентрироваться на посещении Советской Федеральной Азии. И вот здесь небольшая такая сводка, что Лейнгстон Хьюз посетил СССР в начале в качестве сценариста фильма, который, этот фильм был задуман и как бы уже должно было начаться производство о расовой проблеме в США, но после начала съемок в прямую проект был закрыт, а Лейнгстон Хьюз должен был быть сценаристом. Но ему выдалась возможность посетить Советскую Центральную Азию, и чтобы оценить, как советская власть, какие предпринимает решения, и как бы происходит взаимодействие с коренными народами. И позже травилог был написан уже в 1956 году, после возвращения Лейнгстона Хьюза из этой поездки. А поездка осуществлялась в 1932-1933 годах. И вот если мы посмотрим на траекторию этой поездки, то Лейнгстон Хьюз для советского читателя стал известен непосредственно на стороне его общественной и политической позиции. Как мы можем видеть, вот и были его заявления, и в газетах, сделанные публично, о том, как он видит вообще вот эту коммунистическую идею, как она перекликается с его опытом, с его ценностями. Здесь мы можем видеть, что он говорит, что советская власть может покончить с национальным угнетением. И непосредственно это то, что перекликается с его личным опытом в США. И Хьюза узнали в СССР благодаря другому американскому поэту, Клоду Маккею, который также благодаря общественной и политической позиции смог принять участие в ряде мероприятий, которые были осуществлены в Советском Союзе. Также по приглашению он посетил эти официальные мероприятия. И там непосредственно и уже советское руководство узнало о поэзии Лэнгтон и Хьюзе, его общественной и политической позиции. И потому Хьюз незамедлительно отозвался на предложение другую представительницу Галинского ренессанса посетить Советский Союз в качестве сценариста. И непосредственно уже осуществить путешествие по другим республикам. И посмотреть, как вот эти ценности, которые он считал, должны там реализоваться, как это все происходит на практике. И в Советском Союзе был выпущен перевод его романа «Смех сквозь слезы» и поэтический сборник «Драктная революция» с переводом на «Убрецкий язык», что также подтверждает вот эту его общественную позицию, позицию именно интерес к коренным народам и к языку коренного народа, то есть республики. Это тоже зависит от того, какие части он посетил. И если мы уже идем непосредственно к вопросу образа другого, то здесь я хотела подчеркнуть, вот, к примеру, знание о среде возникает лишь тогда, когда она получает индивидуальный опыт конкретного человека. То есть среда, получается, происходит взаимодействие между объектом и субъектом, но среда воспринимается не как объект, а как непосредственно уже восприятие бытия, так как переплетается с индивидуальным опытом конкретного человека, в данном случае в Атехюза. Вот если мы посмотрим ту же запись, где он говорит, что это перекликается с его личным опытом, то есть вот это проецирование его личного восприятия и опыта переходит на среду, и она, получается, тоже воспринимается как некая субъектность. И также, если мы посмотрим на другие интерпретации, то вот непосредственно вышивание образа из образа другого, этот образ всегда связан с тем, что он отображает эти мы фиксируем с одной стороны существующие, с другой стороны его представление, то есть познавательный конструкт. И здесь можно обратиться к ординанту Десасюрус, его теория означаемого и означающая, то есть означающий некий образ, то, как он существует в его акустическом варианте, непосредственно, как объект, а означаемое уже понятие, которое мы из него вычленяем, исходя уже из наших представлений, ценностей, идей, и непосредственно из того, что транслирует этот образ в данный, например, в социальной среде и в духе времени. Вот, к примеру, с помощью образов переводится означаемое, и вот эти коды могут нам сказать о социальной значимости, месте в общественной иерархии, жизненной позиции, того означающего, которого мы хотим познать. И здесь непосредственно также важно учитывать, что это наше какое-то восприятие, наша интерпретация, исходя из тех ценностей, идей, которые мы как бы транслируем непосредственно в эту среду. И вот здесь можно посмотреть такой пример из тревелога. Здесь Лейстон Хьюз знакомится с Кихиловым, главой в то время Туркетанского совета писателей, и здесь непосредственно происходит у него такое восприятие, он сравнивает, он дает ему американское имя, так как ему сложно как бы произносить, и говорит, что в его воображении, представлении, Кихилов напомнил ему Чарли Чана, это один из таких литературных героев, и он сравнивает его и по характеру, и говорит, что это эстетическая версия Чарли Чана, здесь мы можем видеть Чарли Чана, но это уже в изображении актера. И здесь получается вот такое восприятие, то есть означающее у нас как бы есть, но означаемое уже непосредственно происходит и в его интерпретации. И здесь он говорит, что, например, замечая улыбку Кихилова, он как бы вспоминал стихотворение, сейчас он тоже появится, Бортсворта, где там указывается, что как бы мир устал от людей, и вот эта улыбка его тоже навевала на мысль, что и Кихилов как бы устал от мира, и как бы у него такие пессимистические настрои. И он сам Лэнсон Хьюз недавно познакомился с термином «ничего» в русском языке, и он говорит, что вот Кихилов – это такое лицетворение вот этого термина «ничего», но в его негативной коннотации. То есть получается, что у Кихилова он подчеркивает некая равнодушие к реальности, но это также в его интерпретации. То есть если мы посмотрим на Кихилова, это нам ничего, что он из этого говорит, нам по его внешнему виду, может быть, и не скажет. Но то, как происходит вот это означаемое, связываясь с его интерпретациями, идеями, предубеждениями и личными какими-то ассоциациями, все возникает вот такая некая фигура. И получается фигура другого, так как Кихилов здесь, конечно же, совсем представляет другую культуру. В целом, если смотреть именно с этнического характера, культурного характера, то это получает такие противоположности. И здесь у нас стихотворение, вот к которому непосредственно он обращается, «Чрезмерен мир для нас, и ход расход, в пустую наши расточай силы, природе мы и чувства, и немилы, сердец опустошили мы оплот». И вот когда он смотрит на Кихилов, ему сразу возникает вот такая ассоциация, что Кихилов некая персонификация данного стихотворения. И если мы непосредственно вернемся к травелогу, то здесь более-менее традиционная структура травелога, отъезд, возвращение, и между ними, какие места он посетил в рамках своего путешествия, но ретроспектива тут присутствует, так как он непосредственно уже оформил этот травелог, когда вернулся обратно на родину. И здесь, как мы можем видеть, если смотреть по советской стране Азии, места, которые он посетил, был в Самарканде, в Ашхабаде, и здесь некоторые главы не совсем понятны с первого взгляда, потому что здесь у него также возникают ассоциации, например, Ардедема, Туркменская фламенка. Мы можем видеть, что вот эти образы других мест у него перекликаются с тем, что он уже знает. И здесь непосредственно также он говорит о днях дороги, где-то у него возникают какие-то ассоциации, и непосредственно так и построен травелог, что все время у него возникает некое восприятие, может быть, иллюзорного мира, и того, что уже ему близко и знакомо. И вот Сатедема непосредственно, это ферма, которую он видит, там представляется зеленая в бискве, и это непосредственно его наевает на эту мысль. Но здесь просто об структуре травелога, как она сделала, как интересно подано вот это непосредственно то, что должно быть истиной, и связано с ассоциациями автора. И если мы говорим о комическом, то здесь я хотела подчеркнуть, что комисс всегда субъектив, всегда оценочен и заведомо своим нравен, отмечен опечатком странного умонастроения самого юмориста. То есть здесь, если мы говорим про комическое, а здесь прослеживается во всем про релоги, то здесь зависит от настроения писателя в тот или иной момент, когда происходит это действие. Например, он здесь говорит о том, как он остался в пустыне, он очень устал, его бросили в его друзья, потому что они дальше не хотели с ним уже путешествовать. И он встретил сторожа на станции, который, увидев его, сказал ничего и улыбнулся. И вот он сразу вспомнил про этот термин, что он означает, что это линкокультурологический термин. И вместе они улыбнулись и сказали, что ничего, все пройдет, все временно. И здесь тоже это все возникает от настроения непосредственно писателя, потому что если бы там было более волнующие какие-то его события, например, что-то было более в тот момент, например, какой-то риск, что он остался один, или он не знает, что ему делать, или какая-то ситуация проблемная, то здесь бы, конечно, уже юмор был совсем, может быть, он бы отсутствовал. То есть здесь зависит от умонастроения юмориста и непосредственно также от него ценностей и тех идей, которые он хочет транслировать, так как мы видим, что юмор здесь абсолютно безвредный, наоборот, нам навевает какие-то общие черты того, что он хочет нам сказать в целом о травилоге, о его чувствах к этой земле, которую он видит, и о том, как дальше будет складываться уже непосредственно его восприятие. И оценочная деятельность субъекта всегда социально-темпорально-индивидуально. Здесь присутствует также темпоральность, потому что также меняется его восприятие, также это зависит от его настроения, и в целом, если мы проследим уже после травилога, то также его отношение тоже меняется, и здесь оценочная сущность меняется, исходя из вот этой темпоральности. И юмор в противовес сатире всегда добр, и юмористическое описание предмета не предполагает отрицательной оценки. И если мы посмотрим, как он, например, говорит о его новом знакомом Башхабате, с которым он познакомился, он говорит, что он совершенно не говорит по-русски, и ему пришлось перейти на английский, но английский он тоже не знал, и они вот так и продолжили разговор, не понимая друг друга. Но и дальше он говорит, что несмотря на то, что они стали даже друзьями, они так и не поняли ни слова, что они друг другу говорили. И здесь возникает, например, если мы посмотрим в другой интерпретации, это могло звучать, что некое также суждение, что почему, например, не знают тот или иной язык, но в данной интерпретации это не несет никакой отрицательной коннотации. То есть здесь прослеживается как бы комическая часть в плане, что они друг друга знали уже неделями, но не могли понять, что они говорят ни единого слова, но тем не менее интуитивно они друг друга поняли. И вот здесь непосредственно он говорит про вот этого своего друга Башхабате, которого он встретил. Здесь он, когда его только описывает, говорит, что он был экстравертом, очень веселым, активным, ему нравилась музыка, который привел собой Ластад Кьюз, и тут же он подчеркивает его образ жизни, который может показаться не совсем как бы в плане каким-то морализирующим, а наоборот, но здесь он также не несет какой-то отрицательной коннотации, наоборот, это связывается с тем, как он видит вот этого своего нового друга. То есть здесь также нам подчеркивается некая комичность в этом, его новым знакомым, но в коннотации здесь непосредственно связано и его отношения, его восприятие, и то, как он видит вот этого другого человека, но по сути здесь он понимает, что несмотря на вот эту разность культуры, что они не знают языка друг друга, но они мало чем, можно сказать, отличаются, они могут понять друг друга, друг друга какие-то времяпровождения, и то, как они могут наладить этот разговор друг с другом, будучи даже в таком интуитивном формате, когда они не понимают, что они друг другу говорят. И я уже заканчиваю. Описание персонажей, вот как я уже говорил, не предполагает отрицательной коннотации, и здесь также интересно, как они друг другу придумывают некие такие, ну, не фишки, а как бы имена, чтобы им было легче друг друга называть, и он говорит, что он так и не понял, как зовут его нового друга, потому что сложно было ему, Павел, как бы услышать из-за языка, и он просто решил называть его ЕММ. И здесь, если бы коннотация была другая, то можно было бы сказать, что, например, это неуважение к имени, почему он решил так это переделать, но если мы посмотрим в ответ, то его новый друг также решил его назвать Янгзу, потому что это то, как он услышал имя Лэнгстон. То есть здесь тоже мы видим, что это с одной стороны видение образа другого, что для капитана Иташхабада, Лэнгстона Хьюза, другим, что для Лэнгстона Хьюза, но тем не менее они используют одни как бы способы, как взаимодействовать друг с другом. Даже не понимая друг друга, это все происходит интуитивно. И также он говорит, что вот этот его новый друг был, видимо, как бы у него была некая аллергия к языкам, потому что другие языки он не очень хорошо понимал, но это тоже здесь подается с некой комичностью. И вот этот интересный момент последний, что он говорит, что Лэнгстон рассказывал ему про некую традицию, когда, например, у них было несколько жо, и это для него было как бы, да, странно, но потом она об этом узнала и понял, что еще как бы советские ценности еще не дошли до отдаленных горных регионов, потому что это только 30-е годы. И это тоже он как бы воспринимает как вот некая другая культура, и здесь тоже у него возникает некая как бы такая комическая интерпретация, но это никоим образом не переходит в какое-то оценочное суждение. То есть здесь было интересно посмотреть, что несмотря, что они видят друг друга как некий образ другого, что интуитивно они смогли найти как бы подход друг к другу и интуитивно пользуются одними и теми способами, чтобы понимать друг друга. И непосредственно не только понимать друг друга, но и понимать с одной стороны и культуру другого. И вот Ашаббатский депутат помог Локсину Хьюзу и понять и воспринимать и дух, в котором он находится. У меня все. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok